Итак, всем привет, с вами Домгай, и мы начинаем играть в Кайзеррайх за Британский Союз. Собственно говоря, начинаем мы с, ну, неплохой промышленностью, можно сказать, в принципе. Самое главное, ячейки исследования у нас 4, и у нас есть, в принципе, интересные фокусы, но ничего супер особенного. Я бы сказал, в сравнении с другими странами, маловато. Мы здесь пойдем просто по статусу кфу, потому что я посмотрел, мне другие вещи здесь не очень нравятся. Здесь мы пойдем, скорее всего, по левой веточке промышленности, возьмем все кучу бафов на производство. И вот здесь вот у нас есть типа политические фокусы, но на самом деле здесь мы только объявим войну Ирландии. То есть мы такую будем играть более второстепенную роль, потому что все основные фокусы интернационала у Франции. Тем не менее, после начала мировой войны у нас развяжутся руки, поэтому нашими целями будет, во-первых, очевидно падение Германского Союза, то есть вот этого Метле Европы. Затем Астро-Венгрию тоже нам нужно будет разбить и установить там интернациональное правление. Установить интернациональное правление в России и жаловательно в Америке. Плюс-минус это Италия, Иберия, плюс-минус Балканы. Посмотрим, как будет что-то развиваться. Ну и, конечно же, нам нужно будет настроить хороший флот. Пока мы тут устраиваем корабли, которые были, потом, возможно, будем какие-нибудь строить линкоры, возможно, тяжелые крейсеры. Посмотрим. Ну и поехали. Вот у нас небольшая предыстория того, что было с Британией, собственно говоря. Британцы, королевская семья сейчас в Канаде. Это тоже, в принципе, одна из целей на партию нашу — развить полностью Антанту. В России приходит Корнилов к власти. В принципе, достаточно обычно. Посмотрим, куда дальше что пойдет. Ну, а тут начинаются в Китае обычные гражданские войны. И мы будем помогать нашим социалистам везде, где можно. Соответственно, отправляем туда добровольцев. Заканчивается у нас собрание Конгресса. И мы просто выбираем всех урнеров. В принципе, синегалистов мы все оставили. Ну и пойдем чуть-чуть дальше по этим фокусам. И потом мы начнем качать к промышленностям. Вот в Испании началась гражданская война. Пока наши добровольцы фармят опыт в Китае, можно еще отправить кого-то фармить в опыт в Испании. И она закончилась достаточно быстро. Фармил я очень мало. Здесь в Китае тоже. Так что ищем какие-то новые конфликты. Но не все нас будут принимать, потому что мы как раз таки синдикалисты. То есть если мы вот им что-то предложим, давайте что-то более реалистичное. Они просто откаживаются почти всем. Ну вот, на удивление, Сербия и Греция нас приняла против Болгарии. Значит, можем пофармить тут. Но в России тем временем пришел к власти Савинка. В принципе, тоже достаточно частое явление. Здесь, кстати, я подозреваю, что Болгария проиграет. Слишком уж хорошо дела у ее соперников проходят. А вот в США началась гражданская война. Значит, мы сюда отправим добровольцев. Точно так же. Инстаграм, мне не нравится то, что мы можем проиграть всего одного. Но 100 самолетов, 256. То есть хотя бы радиоопыт мы фармим очень неплохо. И вот не без наших усилий Болгария проиграла в своей Балканской войне. Я ожидаю, что Сербия в один момент упадет на Австрию. Ну, мы будем этого ждать. И, в принципе, неплохая новость. Медвала Африка распалась. Значит, что в Германии не будет каких-то дополнительных союзников и ресурсов из Африки. Конечно, еще бы мне хотелось как-нибудь вот сюда бы пробраться за резиной. Но до мировой войны это вряд ли получится. Так что только если после. И здесь еще Аргентина с Чили начинает воевать. Значит, он туда тоже по одному парню отправил. Здесь у нас есть танковая армия. Можно ее просто поиспользовать. Что все равно воевать с легкими танками я не буду. Я попробую, наверное, средние сделать. В принципе, я кое-что уже исследую. Скоро мы начнем на это заводы какие-то назначать. А вот просто радиопыта в принципе почему бы и нет. В Ирландии, кстати, пришли к власти тоже синдикалисты. Это очень приятно. Это значит, что я могу попробовать мирно их к нам присоединить. Так, у нас тут есть варианты, где наш флот показать. И оба варианта пишут, что это покажет силу, хотя непонятно. Ну, допустим, возьмем то, что даст больше очков опыта флота. И почему она просто пропустилась? Видимо, прекрасно работает мод. Не знаю. Еще мы отправили атташи в Америке, чтобы в Америку, чтобы по большому опыту поформить. Я думаю, это будет успешно выполнено. Кстати говоря, вот и Аргентина попала благодаря нашим поддержке добровольцами. Начинаем мы тут параллельно производства флота. Новенькие у нас здесь будут тяжелые крейсеры. Я параллельно здесь уже строил, исследовал в принципе сначала, затем строил подлодные лодки. Ну, теперь, я думаю, их более-менее достаточно. Как бы да, у нас просто были очень старые все. А Британия очень зависима от импорта. Просто очень, ну, когда у нее побольше заводов будет. Ну, и сейчас, в принципе, уже видите, больше ресурсов что-то импортируется. Ну, и плюс самое главное, то, что не импортируется, на самом деле доставляется из каких-нибудь колоний. Потому что в самой Германии, допустим, резины нету. Но она где-то производится. Если не ошибаюсь, то вот здесь. То есть, как только мы все это начнем прерывать, там будут держаться производственные цепочки. Это, конечно, отлично. Поэтому построим мы еще, я думаю, где-то десяточку на каждом. И потом перейдем полностью на тяжелый крейсер для нашего боевого флота. В принципе, он уже такой более-менее солидный. Здесь есть неплохой крейсер линкоров, чуть авианосцев. Чуть поддержки. Но нам нужно будет получше. И для этого мы достроим все тяжелые крейсеры. Наталья, кстати, успешно побеждает Социалистическая Республика. Что, собственно говоря, прекрасно. Значит, что у нас будет плюс еще один союзник. Но вот в Индии вроде как наша коммуна проигрывает. Гряза, кстати, тут неожиданно для меня закатывает Османскую Империю и взял Акнатинополь. Очень солидно. Я даже не знал, что там есть такие фокусы. Я не видел обычно этой войны. Ну, вот так. Кстати говоря, Португаля тоже водится коммунной. Жестей достается тут, конечно. Так, собственно говоря, пока ничего не происходит, но это и к лучшему. Мы тут застраиваемся военными заводами. У нас промышленность уже на неплохих цифрах. Самое главное, что мы построили много нефтеперерабатывающих заводов и у нас реально много резины. Ну, и нефти вместе с ней. То есть очень важно, что мы себя, в принципе, независимо сделали по где-то поставкам. По промышленности мы, конечно, не достигаем половины военных заводов, хотя потихоньку движемся туда. Но и Франция, конечно, тоже слабовато. Но я думаю, что нам пойдет первое время постоять в защите. Как можете видеть, я здесь уже подогнал армию первую, обучил ее полностью, потому что у нас ограниченные людские ресурсы, но очень хорошие производственные бонусы. У нас, как видите, очень много разных бонусов на лимит и, в принципе, на заводское производство. Из-за этого очень эффективно мы производимся. Соответственно, можно их потренировать и получить бонусы. Так, получается, также морпехи мы делаем. Будет у нас более-менее неплохая армия из морпехов. Пехотная дивизия у нас выглядит вот так. То есть, в принципе, я бы сказал, очень даже солидно. И благодаря ПТО, я думаю, мы даже немецкие танки сможем бомбить. Так, ультиматом Исландии, да. Так что, какое-то время посетим в оборонье, а затем можно будет переходить в атаку где-то в Бельгии с прикрытием нашей авиации и, возможно, уже с нашими будущими танками. А вот и подходит фокус французский на уничтожение Германии. Я подозреваю, что примерно после него мы начнем войну. Успел употреблять еще одну пехов, одну армию. Кстати говоря, стоит ее чуть-чуть сейчас раскидать, чтобы они снабжения не тратили и параллельно обучить. Также у меня здесь морпехи готовы. Скоро я со мной корабли исследую и назначу их всех на миссию. Ну и, конечно же, у меня здесь полностью обученные, регулярные охотные войска стоят на позициях и ожидают немцев. В принципе, с очень хорошими статами. Россия нападает на Рейхспакт и вот-вот, я так полагаю, Франция тоже нападет. Так что начнется замес. У нас очень много истребителей. Я тут их параллельно обучаю, собственно говоря. Потихоньку. Неаа. Если потом самолеты отправим на Францию, будут они помогать французам защищаться. Ну и здесь у нас трактические бавардировщики также отправили в Францию на поддержку наших сил. Но пока их можно подобучать. И наш флот будет где-то здесь действовать, поддерживать нашу попытку высадиться в Северной Германии. А вот оно и началось. Франция напала на Германию. Они, кстати говоря, перешли сразу в наступление. Ну да, здесь одна пехота, почему бы и не перейти? Видимо, очень много на восток уехало. И в Нидерландах еще также наступление, но уже немецкое, на Нидерланда. Ведь Нидерланды коммуне. Ну, собственно говоря, пора нам тоже вступать. Но вступать мы уже будем в следующей серии. С вами был Дубгай. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, оставляйте комменты и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok